Меню, режим, таблица кормления ребенка. Как правильно выбрать смесь? Грудное молоко – оптимальная еда для грудничка. Однако возникают различные причины, по которым мамам приходится полностью или частично переводить ребенка на смесь. Грудное молоко быстрее переваривается, чем смесь, поэтому ребенка не рекомендуют кормить по требованию, как это чаще всего делают при грудном вскармливании. Искусственное вскармливание ребенка. Меню, режим, таблица кормлений. Давайте рассмотрим таблицу, в которой приведена рекомендованная частота кормления и количество смеси. Возраст ребенка Приблизительный вес ребенка Количество кормлений в сутки Количество смеси на одно кормление МЛ 0-14 дней 2,5-3-6-65-72-8 недель 3-3,5-5-100-2 месяца 3,5-4-5 103 месяца 4-5-5-130-144 месяца 5-6-5-165-175 месяцев 6-7-5-200-6 месяцев 7-8-4-3-210-7-12 месяцев 8-14-3-210 Как рассчитать количество еды для новорожденного? В дополнение к таблице отметим, что до 10-го дня жизни ребенка количество необходимой ему еды в сутки можно рассчитать по формуле Финкельштейна Если новорожденный весит до 3,2 кг, надо его возраст количество дней умножить на 70, если же весит более 3,2 кг, надо возраст умножить на 80 С 10 дней до 2-ух месячного возраста кроха за день съедает около 1,5 массы своего тела, до 4 месяцев 1,6, до 6 месяцев 1,7, а с 7 месяцев 1,8 Например, если малышу 3 месяца и он весит 4,5 кг, его суточный объем еды 1,6 массы тела, что составляет 750 мл Этот объем смеси делим на рекомендуемое количество кормлений в день 5 получается 150 мл за одно кормление Данные в таблице носят исключительно рекомендательный характер, если вас что-то беспокоит в поведении или состоянии крохи Обязательно обратитесь к врачу Меню грудничка, питающий гася смесью, может несколько отличаться от меню деток на грудном вскармливании Обязательно обсудите введение прикорма с педиатром, исходя из особенностей вашего малыша Лучшие смеси для искусственного вскармливания ребенка Существуют следующие виды молочного питания для кормления грудничка Сухие смеси, порошок, упакованный в картонной упаковке Или жестяные банки, которые надо разводить водой непосредственно перед едой Жидкие смеси, готовые к употреблению, упакованные Небольшими объемами или в тетропаке Перед употреблением требуют только подогрева до необходимой температуры Очень удобно в использовании Но у них маленький срок хранения Состав современных смесей постоянно совершенствуется и существуют различные виды лечебного питания, которые назначаются педиатрами По показаниям, для маловесных и недоношенных детей Пре-нан, фриса-пре, нутрилон-бре, семилак, спешалкар, содержит повышенное Количество белка, витамины и являются более питательными Безлактозный, нан-бел, нутрилон-бел, нутрилак-бел, инфамил-лактофри Бабушкина лукошка-бел, селиал-октофри, белакт-бел и соевые Нан-суэ, фрисосы, нутрилон-суэ, хуман-эсэл, семилак, изамил-инфамил Сое, хайн-соэ, при дефиците фермента лактаза и непереносимости коровьего молока Гипоаллергенный, нан-гипоаллергенный Нутрилон-га, нутрилага, фрисолага, семилага, хуман-эга Содержит частично расщепленный белок коровьего молока для деток склонных К аллергии, кисломолочные смеси, нан-кайм, нутрилон-кайм, нутрилак-кайм, агуша-кайм Содержит молочно-кислые бифидобактерии Для малышей с проблемами пищеварения, с повышенным содержанием железа Матерна-милк, инфамил с железом, семилак с железом Для детей с пониженным гемоглобином Для лечения и профилактики анемии, антирефлюксный, фрисовом, нутрилон-антирефлюкс Инфамилар содержит клейковину рожкового дерева или рисовый кукурузный крахмал Для часто срыгивающих малышей В зависимости от возраста ребенка и его потребности смеси бывают 0 или PRE Для маловесных и недоношенных детей 1 От 0 до 6 месяцев 2 От 6 до 12 месяцев 3 и так далее Для деток старше года Смешанное вскармливание Как докармливать ребенка смесью при грудном вскармливании Существуют такие ситуации, когда грудничка необходимо докармливать Например, когда матери нужно отлучается из дома или у ребеночка Большие аппетиты ему не хватает материнского молока Чтобы определить количество необходимого докорма Нужно знать, сколько грудного молока ребенок съедает Делая такие взвешивания в течение дня Вы определите, сколько съедает ребенок за сутки И теперь рассчитайте в зависимости от веса и возраста ребенка Сколько ему положено съедать Разницу докармливайте смесью, разбив на несколько кормлений или в одно В зависимости от обстоятельств Например, вечером у матери обычно вырабатывается меньше молока, чем в первой половине дня Поэтому резонно будет докормить малыша детским питанием перед ночным сном Также воспользуйтесь другим методом и определите, когда докармливать ребенка по его поведению Если он после кормления проявляет беспокойство И недовольство, скорее всего не наелся и его нужно докормить Совет Кормить ребенка на смешанном вскармливании Желательно с чайной ложки или шприца без иглы Старайтесь не использовать бутылочку Т.к. Малыш возможно решит, что сосать с бутылочки легче И молочко поступает постоянно И это может привести к отказу от груди После кормления обязательно подержите кроху вертикально, чтобы вышел весь попавший воздух Какую смесь выбрать при смешанном вскармливании? Различные виды адаптированных молочных смесей мы рассматривали выше, они подходят и для смешанного вскармливания Обязательно перед началом докора проконсультируйтесь с педиатром вашего ребенка, он и поможет с выбором необходимой именно вашему малышу смеси Искусственное и смешанное вскармливание малыша Советы и отзывы Вот несколько советов, которые вам помогут выбрать качественную смесь Новорожденному выбирайте адаптированной смеси Выбирайте Смесь соответственно возрасту ребенка Если есть проблемы со здоровьем, выбирайте соответствующую лечебную смесь Внимательно Читайте состав смеси и сравнивайте его с другими Нежелательно содержание в смеси пальмового и рапсового масел Обратите внимание На сроки годности и целостность упаковки Покупайте смеси только в специализированных магазинах или аптеках Наблюдайте за Малышом и за его реакцией на новое питание Внимательно следите за ребенком Возможно вы заметите присутствие признаков аллергии Такие как сыпь и покраснение кожных покровов У малыша частый стул, жидкий, с непереваренными белыми частичками Ребенок неспокоен, плачет после еды, беспокойный Сон кроха часто просыпается, плохая прибавка в весе Если ваш малыш питается адаптированными молочными смесями, не воспринимайте это как трагедию, в этом нет ничего ужасно страшного Современное детское адаптированное питание максимально приближено к грудному молоку, содержит массу полезных витаминов, минералов И других веществ, которые позволят вашему малышу вырасти здоровым, крепким и жизнерадостным ребенком